Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 апреля и вот только что я выходила на улицу, показывала вам, как я буду готовить грядку под тоннели, то есть томаты пикировать буду в конце апреля, во второй половине апреля сразу в грунт. Сейчас хочу я показать вам, как выглядит рассада для этих тоннелей, то есть та рассада, которую я буду высаживать из лотка сразу на улицу, которая будет выращиваться в экстремальных условиях. Так как у нас было очень холодно несколько дней, она стояла почти неделю дома, но, так, вот это, смотрите, о, у Настя какая уже, сейчас я, ой, подождите, я уже как всегда у нас в телаже высоко спущусь, и тут можно увидеть благоприятное такое влияние освещения, смотрите, видите, вот посредине, где лампа шла, там рассада аж шишкой вот так выпирает, а с краев, где свет не достает не сильно, рассада маленькая, но все равно, вы видите, что общая масса у нее такая равномерная, зеленая, она не выглядит хилой, она не выглядит нездоровой, через две недели я ее буду высаживать, и сейчас у нее как раз такой период подходящий, что ее уже можно пикировать, вот два листа настоящих, сейчас посмотрим, два листа настоящих, и третий лезет. Тут у меня и Демидов, вот он, так, это Демидов, это Демидов, это Настенька чуть повыше, если заглянуть, я специально отодвинула, заглянуть вот сюда вбок, видите, они стоят все стройными рядами, как солдаты, у них, несмотря на загущенные посадки, нет там никакой плесени, ничего там лишнего нет, даже вот корешки уже воздушные я вижу, вот смотрите, вон, видите, дополнительные воздушные корни пускает рассада, то есть она как бы сигнализирует мне, что ее пора бы заглубить уже поглубже, вот что я и сделаю скоро, посемидольные я буду высаживать, она толстенькая, хорошенькая, вот одна несчастная травинка, кстати, мне когда сделали, ну спросили, почему вы траву не пропалываете в стаканчиках, да, действительно, когда делаешь грунт с добавлением перегноя, то обязательно всходят сорняки, там же семена сорняков, и они иногда мешают, и у меня не бывает времени, но вот эти дружные ребята, они сорнякам не дают шансов, вы видите, какие чистые посевы, ни одна травинка, тут вот одна, видите, одна попыталась вырасти, они ее на бок свалили, что вытеснули вообще, вытеснили из лотка, вот чем мне нравятся эти томаты, своей, конечно, неприхотливостью, своей вот этой живучестью, вот представьте, в такой тесноте они не в обиде, они вырастают толстенькие, зелененькие, здоровенькие, они еще, конечно, не знают, что им предстоит еще одно испытание, посажу я их пореже, но в мороз, в холод, и там они выстоят, я потом покажу вам, говорю так с уверенностью, потому что уже делала это много лет, и все они выдерживали эти, и перепады температур, я все сорта, конечно, называла, буду когда высаживать, еще раз назову, но все их знают, это и Демидов, и Настенька, Петруша Огородник, Сибирская Тройка, Жиростойкий, нынче еще у меня новичок будет Клуша, Спиридону Москвич, по-моему, на испытаниях, потому что они по характеристикам точно такие же, но я просто вот этот ролик-коротышку хочу снять, чтобы показать вам, как выглядит рассада для томатов за две недели до высадки, ее, в принципе, и сейчас можно было бы распекировать, если бы у нас не были ночи, минус три, и если бы не был грунт, вкол замерзший, пока еще рановато, все, вот это мои первопроходцы будут, которые в открытый грунт будут распекированы в апреле, в тоннеле, до свидания.